Гусевод Гусевод Я занимаюсь очень давно Занимался мой отец И как бы уже осознанно Я ими занимаюсь Где-то лет с 12 Это уже больше 30 лет И вот не один год Я с ним не расставался Правда был перерыв Два года служба в армии И то по письмам я познал Контролировал что происходит Полностью все контролировал Где какой гусы Какие гусята С кем паровать Вот в таком плане А вообще в нашем районе Повсеместно были Как говорится в каждом Дворе гуси полмонутские Ну лучше Хуже в качестве И Корнеенко покойный Иван Никифорович Он был Замечательным Человеком Который Посвятил свою Всю жизнь Ветеринарии И непосредственно Занимался Голубами Гуси Холмогорска И когда Приезжал Прививал Скот На На селах То Он меня заметил И вот Мы с ним Начали сотрудничать Отношение Гусей Холмогорска И Голуби Это русский Барабанщик До сих пор Я их держу Я могу вам показать Что они собой представляют Гуси здесь А Голуби В другом месте Закрыты И Что Касаемо Рассказать о Холмогорске Гусях Я там ничего нового не скажу Но Хочу сказать Что Это Не по наслышке Это Сейчас много У нас и пишут И литератур В прошлых лет Что В нашем районе Был это племборассадник Холмогорска Гусей Это В селе Дорвич В Колхоз Имени Ленина Вот Если вы сегодня У нас проедете Анатолий Касила Вот именно Его хозяйство Расположено Вблизи Вот Этого Центра Бывшего колхоза Где разводили Гусей Ну а гусей Значит Холмогорс Разводили Как Значит Их На отвод Отдавали местному населению Местному населению Что-то платили За то Что они содержали А потом В один день Когда После вывода Их сгоняли В хозяйство Вот В день Вакцинировали В общем Обрабатывали И вели Как бы Селекционную работу С этими гусями Ну Каждый хозяин Правил был Оставить себе Полюбившегося гуся Также держал И своих И тех Которые ему Отдавали на отвод Ну Во многих Еще есть Эти гуси Холмогорские Они Хорошего Качества Что касаемо Холмогорских гусей Они Вот Нет Определенного Как бы Стандарт Стандарт Есть Но По весу Да Они могут быть Так же Как и гусаки От 8 кг И гусы И До 12 13 14 И Многие Любители Которые Приезжают Хотелось бы Каждому Взять Самого большого гуся Понимаете Но Это не значит Это не факт Что От этого гуся Будут Именно Все Как Как правило От каждого Сыня Появляются Один Два Три Особи А все остальные Стандартные И Один Две Три Это Выдающий По весу Который Всем Бросается В глаза И Я Очень Долгие годы Поддерживал Дружевские Отношения Сумской Области Горячий В отношении Хочу сказать Как могут Они От маленьких Гусей Но Именно Холмогорской Породы Получаются Очень крупные А Однажды Усыня Выводила Два И Второй Вывод Мы Оставляли Постарше Мы Задержались И Зарубили Одну Гусыню А Она Уже была С яйцом А вторая Можно сказать Не крупнее Чем У меня Есть Поместный Гусь Итальянский С диким Но У нее были присущи Голова Подбородок Кошелек Она Снесла Шесть яиц Первый год И Вы не представляете Как я До этого сказал Одной Гусыни Получается Один Два И Шесть Гуся Скорее Гусын Передание Гусыни 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 И Были Две Гусыни И Петыре Гусыни 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 Вы знаете, Петр Тихонович, он не поверил, говорит, ты мне будешь старого человека обмануть, это не в моих правилах, я вас уважаю, зачем вообще кого-то обманывать. И эта гусыня у меня прожила где-то лет 8. И она каждый год давала потомство? И каждый год потом садовала, изумительно, но иногда встречались гусаки, в основном, один-два сломанные шеи были, но в любом случае они, как говорится, шли в разведение. Сломанная шея я перебью, да, это не значит, что она у него сломалась и его там под топор, да, то есть это просто залом шеи получается. Сломанная шея, да, идет, и вот у меня один серый гусак, он тоже хороший производитель, вот если вот снимали, гусята есть от него, они абсолютно здоровые. Это может, ну, причин много бывает, может какая-то травма, может несовременная обработка листов, ну, тут много, и тех или иных причин бывает даже, вот ловишь гуся, получается стресс, стресс, и даже независимо, может пробежала там неподалеку там леса собака, стресс, и получается вот такие изъявы. Да, Николай, вот ты сказал очень интересную вещь о том, что тебе там встретился на пути учитель, который, ну, вот в самом начале разговора, да, а сейчас-то есть молодежь, которых ты теперь можешь приметить? Вы знаете, молодежь есть, интересуется, но, вы понимаете как, ну, вот эти заботы, заботы, которые нужно с этими хламовурскими гусями, да, и вообще с хозяйством, некоторые просто разочаровываются, как бы, некоторые оставляют это любительское дело, но я считаю, это, видимо, не любители, а просто был какой-то определенный интерес, потому что это красиво, да, посмотреть это красиво, но это и проблемно содержать это... Ну, конечно, ты на работе работаешь, условно говоря, там до пяти, до шести, а потом хозяйство. Вести, как бы, определенную селекционную работу, но я, в свою очередь, вы понимаете, как со мной в то время, вот, к Ивану Никитичу, поклонник клиента, он мне привозил хороших гусей, я так же самое делаю, вот и в этом году, у меня многие есть, вот у молодых ребят, нужно будет к ним проехать, есть гуси, есть гуси, я им даю просто так, чтобы заинтересовать, чтобы, как бы, ну, не во всех материальном положении позволяют купить, допустим, тоже гуси, но, как-то стараюсь, чтобы в это дело многие привлекают. Вот, что касаемо, даже, своих сотрудников, вот у меня женщина со мной работает, она, так же, ревизор, вот она занимается холмогоровскими гусями, вы знаете, в этом году она ушла, ну, исполнилось пять лет, она, так же, продолжает работать, и она так сейчас увлечена этими гусями холмогоровскими, я, каждый, вот, что-то ей новое дают, она же в течение пяти-шести лет ее держит, или в России. Так же, вот, много ребят, вот, именно, не хочу сказать о своей территории, как бы, здесь молодежи мало увлеченные, ну, вот, ко мне приезжают с Украины, приезжают, вот, с Курской области молодые ребята, вот, буквально служившие армией, и я смотрю, у них глаза горят, они готовы их, и вот уже есть результаты, вот мы созванивались, есть у них гуся, и мне очень приятно, что от моих гуся есть уже потомство, я недовольный, и вот, сейчас вот буквально месяц начнем встречаться, ездить, смотреть на гуся, что получилось, они будут к нам приезжать. В общем, это... Есть связь с поколением? Да, есть, есть, это связь с поколениями, я хочу сказать. У меня, вот, уже есть внук, я скажу, вот, полтора года ему, и вот у него, я так вот смотрю, он не просто, вот, интерес к птице, он, вот, приезжает ко мне, он в дом не заходит, он сразу ко мне показывает, еще плохо разговаривает, вот, пойдем там, со мной кормить, и он буквально, когда меня нет, он сам уходит, вот здесь, возле вольера, возле мусей, ходит, так что растет смена, да? Да, растет смена, ну, и, так же, все вот, ребята, которые у нас по улице здесь вот бегают, я не хочу сказать, что они там еще занимаются, но всем интересно, а мало ли, даст Бог, кто-то полюбит эту птицу, да и не только, может голубей, и всегда, говорится, будем рады подсказать, помочь, вот, в таком плане. Ну все, отлично, спасибо, Николай, и еще отчество, отчество, Николай Андреевич, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, ты красавчик какой, а. Вот он. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok